Когда выдадут памперсы? Собес вот уже пятый месяц не выдает льготные памперсы малышу с диагнозом ДЦП тяжелой степени. Мать ребенка с января обивает пороги городского отдела занятости и социальных программ в надежде получить подгузники. О проблемах расскажет наш корреспондент. У трехлетнего Абдрахмана детский церебральный паралич тяжелой степени. Два года назад мальчик буквально не мог поднять и головы. Благодаря бесперебойному лечению и стараниям родителей состояние маленького каргандинца такое. Молодая мама Насихат Кассетова родила своего первого сына абсолютно здоровым. В случившемся с Абдрахманом женщина винит местных врачей. После родов Насихат обратилась в отдел занятости и социальных программ. Помочь женщине и сотрудники учреждения не могли отказать. Однако от этого толка мало. Мизерные льготы и подгузники – это все, чем обеспечивает государство ребенка инвалидов. И то, рассказывает возмущенная мать, выдают памперсы не вовремя. Я вчера ходила в Сабес. Мне там сказали, что Акимат деньги не выделил еще. Вот объявлен конкурс, и только в конце июня они нам выдадут подгузники. А нам что до этого делать? Мало всех проблем, свалившихся на семью Олжабековых, так еще и живут они не в благополучном районе. Кунгей. О проблемах этого места знают все жители города. Нет автобусов, света и воды. С этими вопросами жители микрорайона неоднократно обращались в вышестоящие инстанции. Однако все напрасно. На проблему народа так никто и не откликнулся. Дорогу мы делали сами, собственными руками. Думали, хоть с этой проблемой мы справились. Однако приехали к Араган-Жарык и начали жить. Хотели провода провести. И так все оставили. Старший сын семьи, восьмилетний Дарын Шарык-Пек, в день ходит по 5-6 километров. Чтобы добраться в школу, ученик выходит из дома за два часа вперед. Иногда я с соседями выхожу, а зимой морозы очень холодно идти столько километров. Замерзаю. Один раз папа меня хотел отвезти в школу на машине, но машина застряла в снегу. Трехлетний Абдрахман два раза в неделю получает лечение в одной из городских больниц. Мать просто вынуждена водить ребенка-инвалида пешком. Я каждый день хожу пешком с сыном в больницу. Дороги плохие, автобусы не ездят. Что делать? Приходится. Собес насихат Касетова навещала буквально вчера. Там же, вместо того, чтобы помочь несчастной женщине, сотрудники учреждения в ее адрес выразили свое недовольствие. К слову, отдел социальных программ города в год для каждого ребенка инвалида выделяет 480 штук подгузников. Сотрудники отмечают, что Абдрахман Шарыкбек в прошлом году получил все памперсы в срок. Объявлен электронный конкурс. Итоги подведены. В течение недели будут заключаться договора с данными поставщиками. И в начале июня до середины уже начнем обеспечивать инвалид. Уже в следующем месяце трехлетнему Абдрахману предстоит перенести две дорогостоящие операции. А вот заработная плата у этой семьи совсем небольшая. Всего 40 тысяч тенге. И все добытые копейки уходят на вот эти вот лекарства. Миром Гусал Кимбаева, Бауржан Алипов, Марат Культенов, Первый Карагандинский.